Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 16 октября. День Дионисия. Память священномученика Дионисия Археопагита. Он был учеником святого Павла. В 95-м году папа Климент Дионисия отправил в Галлию, чтобы там проповедовать христианскую веру. В городе Париже он многих обратил от идолослужения к вере в Господа, однако был схвачен язычниками и обезглавлен тупою секирою. Денисию приписывают несколько сочинений под названием Археопагитики, которые оказали влияние на развитие христианского учения. Сегодняшний день в народе называли Денис позимний. День считался опасным. Народ опасался порчи. В народе верили, что сегодня выходят осенние лихорадки, которые шатаются по белу свету и портят людей. Поэтому и говорили, пришел Денис, лихого взгляда берегись. Сегодня читали самые разнообразные заговоры от нечистой силы, осенней лихорадки, сглаза и порчи. Именно сегодня заговоры работали лучше всего. Считали, что темную силу способен отпугнуть запах чеснока и лука. Связки с этими овощами специально подвешивали над дверьми и окнами, чтобы заградить им вход. Подобным опасением есть и рациональное объяснение. Приход от лета к зиме требует приспособления организма к изменениям погоды, которые часто приводили к простудным заболеваниям и обострению хронических заболеваний. Фитонциды лука и чеснока в какой-то мере защищали человека. Также верили, что бороться с лихорадкой помогает осиновая кора. Ее всегда старались носить с собой. Кстати, из нее был получен аспирин, оказывающий обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. В доме старались держать и осиновое полено. Если сводило ноги, то клали их на это полено. Если болела голова, то на полено клали голову и отдыхали некоторое время. Оказывается, осиновое полено прекрасно полощает болезнетворную энергию, тем и дает реальное облегчение. Приметы. Денис, лихого глаза берегись. Низкие темные облака предвещают холод и снегопад. Галки собираются стаями и кричат к ясной погоде. Воробьи перелетают стайками с места на место. Будет не Настя. Если мыши выкопали норы на южную сторону, в холодной зиме. Нет. А вы сами были в Китае? К сожалению, пока нет. А вот как это, будем говорить, в нашей стране? Она нормальная, ложится вот эта вся теория, философия китайская и практика? Ну, практика уже поняла, она вам помогла. Значит, она работает. Вы знаете, эта система действительно работает и может работать у нас в России и практически в любой стране. Дело в том, что система очень гибкая. И, например, при диагностике наших клиентов, при диагностике человека мы учитываем очень много факторов. Климат, в котором мы живем, профессию, чем человек занимается, работает он по 8 часов в офисе или он много путешествует, у него много командировок. Также мы смотрим, в семье человек живет или нет. То есть учитываем очень много разных факторов. И рекомендации, которые мы можем дать этому человеку, они как раз будут полезны именно для него. С учетом его индивидуальных особенностей. То есть и климата, где он живет, и обстановки, в которой он находится. Поэтому можно сказать, что эта система, она действительно работает и в России тоже. И есть ряд продуктов, которые, и ряд блюд, которые могут помочь, например, людям, живущим в суровом сибирском климате. И ряд продуктов, которые, и блюд, которые могут помочь людям, живущим, например, в Краснодаре, в более теплых климатических зонах. Спасибо. Там у нас уже закипело. Да, вода закипела, и мы сейчас в эту воду кладем порезанные кусочками груши и яблоки. А почему именно груши и яблоки? А можно там что-то другое? Или это вот обязательно груши и яблоки? Можно и другие фрукты. Можно виноград. Красный или белый, любой виноград. Можно положить... Ну, вообще любые фрукты, которые вы любите на самом деле. В данном случае у нас груши и яблоки, потому что, опять-таки, это элемент земли, фрукты со сладким вкусом. И у нас получается такое блюдо, полностью состоящее с элементами земли, из теплых элементов, нейтральных и освежающих. Теплые – это у нас сухофрукты, нейтральная кукурузная крупа и освежающие яблоки и груши. То есть мы полностью даем все, что необходимо для нашей селезенки и желудка. То есть мы укрепляем середину, наш центр. Скажите, пожалуйста, Наташа, а вот это блюдо, оно как? Его можно в теплом виде принимать или там в холодном, или оно там постоит. И вот как его лучше принимать, чтобы оно дало максимальную пользу? Утром на завтрак в теплом виде. Или на ужин, например. Но в теплом виде? В теплом. Потому что холодная кукурузная группа, может быть, не так вкусна, можно разогреть. Но не в микроволновке, пожалуйста. А почему не в микроволновке? Потому что если мы едим еду из микроволновки и замороженную пищу, то энергии, жизненной силы, ци, которая в ней содержится, мы не получаем. К сожалению, такие способы приготовления еды, они полностью разрушают ци. И мы едим просто набор микроэлементов, но жизненной энергии там нет. То есть ци – это жизненная энергия, которая дает, ну, будем говорить, энергию или жизнь всем нашим органам, всем нашим клеточкам, чтобы они нормально работали. Мало будет ци, значит, мы вялые, клеточки вялые. Много шлака. А что у нас с кашей? Наша каша уже готова. И яблоки готовы тоже. Три минуты прошло, поэтому мы можем их смело снимать с плиты. И теперь как мы будем их соединять? Мы сначала кладем на тарелку кашу. Тепенькую кашу. И я думаю, что понравится она детям особенно, потому что она такая цветная, красивая. И рядышком мы кладем приготовленные кусочки груши и яблок. Вот. Ну да, это так. И можно сверху посыпать корицей немножко. Корицей? Ну, это... А почему у меня корицей? Ну, корица – это элемент металла, и оно придаст этому блюду много энергии. Да. А где у нас корица была? А вот корица. Давайте сейчас как раз мы сделаем. А это же специя? Да. Специя, она, как правило, огонь содержит. Ну, вот с точки зрения китайской медицины – это элемент металла. Он движет энергию, поэтому чудесно бандит. Поэтому немножечко и для красоты, и для большего баланса можно добавить чуть-чуть корица. Китайская диетология, она подходит совершенно с иных позиций. Не с позиции того, что микроэлементы есть, колораж есть или еще там витамины есть, а с позиции того, как она будет двигаться, как она будет отдавать энергию пищу, как она или из чего будут вырабатываться субстанции, там кровь, допустим, другие жидкости. Вот, то есть совершенно иной подход, и тем не менее, знаете, он работает. Вот существует физика, существует механика, существует химия. Все это как бы отдельные науки, которые объясняют наш мир. И так точно различные кулинарии, которые имеются в мире, по-различному действуют, неся здоровье нам. Поэтому мы будем использовать. Итак, используйте это блюдо, а мы его опробуем. Дайте, пожалуйста, мне вилочку. Начну с кашки. С сухофруктами очень-очень даже хорошо. Да, каша получается сладкой. И такое любят дети. И яблочкам. Кстати, вареные печеные яблочки, они еще там, пектины как-то там у них вырабатываются, образуются, да? Печеных. Да. Я с удовольствием. Чего и вам желаю. Всего доброго и здоровья вам. 18-е лунные сутки. После предыдущего мощного дня эти лунные сутки несут спад. Энергии в теле мало. И это располагает к пассивности и подражанию. Замечено, что наш внутренний мир проявляется через отношение к миру внешнему. И если мы испытываем зависть, огорчение и другие негативные эмоции, виноваты в этом мы сами, а не окружающие. Осознание этого отражения – прекрасный повод для работы над собой. Энергия сейчас располагается в области половых желез, очевого пузыря и прямой кишки. Это удачное время для выполнения очистительных клизм, особенно если имеется высыпание на коже. Что касается питания, то сегодня воздержитесь от соленой пищи. Двигательная активность нормальная. 19-е лунные сутки. Энергетика этих суток считается тяжелой, что выражается в склонности к легкому обольщению и склонности к порочным действиям. Именно поэтому символика этих лунных суток связана с пауком и паутиной. Сегодня важно думать, прежде чем что-то предпринимать. Избавьтесь от самообмана и гордыни. Хорошо попросить прощения. Активность организма сосредоточена в области поясницы и хрестца. Можно самостоятельно размять эту область, стереть масло. Сегодня полезно посидеть у открытого огня и посмотреть на него. Огонь сжигает негатив. Питание должно быть обычным. Злоупотреблять специями не следует. Двигательная активность нормальная. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok